Сорванный пляжный сезон в Крыму Вообще не хочу уезжать из Крыма, из-за ужты И пёс с Алиэкспресс представлены как новинка российского вооружения Я Олег Борисов, это программа «Давайте проверим» Поехали! На днях в Подмосковье состоялось ключевое событие, на котором Россия должна была показать всему Западу, какое же мощное и высокотехнологическое у неё оружие За прошедшие годы форум убедительно доказал свою востребованность Прочно занял место среди крупнейших мировых выставок военной продукции Наш народ гордится своей армией и флотом Тут невозможно не впечатлиться, потому что, ну представьте, 28 тысяч экспонатов вооружения, военной техники на огромной территории Но весь шум от якобы супер разработок российской армии перебил вот этот экспонат Ого! Робот-собака-ниндзя с гранатомётом на спине и всего за 1 миллион рублей? Только вот есть нюанс Уж очень он похож на робопса Гоуан, китайской компании, которого можно заказать за 2700 долларов в интернете Смотрите Просто купили игрушку, натянули на неё чёрный балахон, прикрутили сверху гранатомёт Вот и все высокие технологии России Это вам не летающий топор, между прочим Покупатели на выставке этого года у российского Баронпрома тоже весьма специфические Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнёров, единомышленников В этом зале сегодня присутствуют видные военачальники дружественных нам государств Бурунди, Гвинейской республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южноафриканской республики Таких вот друзей собрал себе Путин Талибан, африканских диктаторов и военных автократов Атака на штаб Черноморского флота на день ВМФ России Удар по аэродрому Саки Прилёты по авиабазе Бильбек и подрыв боеприпасов в Майском Всё это глупо было бы оправдать неудачно выброшенными окурками А потому в Минобороны Российской Федерации, скрипя зубами, признали, что есть дыры в обороне Минобороны назвало взрывы под Джанкоем диверсией Прямо украинские власти не берут на себя ответственность за эти взрывы Однако и не опровергают Более того, иностранные СМИ со ссылкой на свои источники говорят вот что Высокопоставленный украинский чиновник рассказал Нью-Йорк Таймс на условиях анонимности, что ответственность за взрывы несёт элитное украинское подразделение Но для кремлёвских медиа спустили методичку Диверсию совершил кто угодно Моссад, Ми-6 или рептилоиды Но только не украинские партизаны Взрывы в Джанкоем можно списать на халатность, на стечение обстоятельств Но если знать почерк спецслужб разных стран, то в дыме над Джанкоем отчётливо виден почерк британских профессионалов Всё это не могло не сколыхнуть панические настроения среди крымчан и отдыхающих А потому местное телевидение успокаивает Мол, верьте только нам, всё хорошо Украина начала массированную информационную кампанию против жителей Крыма Создаются провокационные группы в социальных сетях и мессенджерах Всех жителей нашего региона просят верить только официальным СМИ и страницам и проверять информацию На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика Интересно, а почему этот трафик на мосту так вырос? Вообще не хочу уезжать из Крыма, из-за усты А из Крыма россиянам уехать придётся И то, что они массово начали покидать полуостров, лишь говорит об одном Понимают, что в Симферополе очень скоро будет поднят украинский флаг О, а вы тоже слышите, под какую песню россияне уезжают из Крыма? В комментариях под этим видео пишите о том, в какой город Крыма в первую очередь Вы поедете после деоккупации И конечно же подписывайтесь на наш ютуб канал Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!